Привет, ты на канале о бизнесе. В этом видео мы рассмотрим бизнес-идею, в которой ты будешь продавать мягкое мороженое и обходить конкурентов. Торговля таким товаром может быть сезонной или постоянной. Бизнес может приносить деньги или стать убыточным. Все зависит от того, какую схему организации бизнеса ты выберешь. Основной проблемой данного бизнеса является конкуренция, ведь нет никаких проблем купить мороженое, но есть различные способы войти в конкурентную борьбу и выйти из нее победителем. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит Ютуб-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Ничего сложного в том, чтобы открыть свою точку по продаже мягкого мороженого, нет. Тебе необходимо купить специальное оборудование, которое будет основой производственного и торгового процесса. Оборудование готовит мороженое, ты продаешь его через небольшой киоск и тем самым получаешь прибыль, которая открывает невероятные перспективы к развитию. Все очень легко, но только на словах. Как только начинается торговля, возникает ряд проблем, с которыми необходимо справляться каждый день. С чего начинать? Прежде всего, тебе необходимо тщательно изучить свой рынок и определиться с тем, какая конкуренция здесь уже имеется. Конкуренты есть, их может быть довольно много, ведь организовать такой бизнес может каждый желающий. Именно из-за простоты идеи здесь так сложно развиваться. На рынке есть как крупные компании, так и мелкие предприниматели, которые уже выработали для себя прибыльную схему работы. Тебе необходимо изучить каждого конкурента. Найти свободные места, определиться с той схемой бизнеса, которая будет работать именно в этих отдельных условиях. Если на городском пляже уже есть популярный киоск с мороженым от крупной компании, которая может снижать цены, то устанавливать там свой киоск бессмысленно. Да, часть клиентуры подойдет к твоему киоску и даже купит мороженое, но тебе необходимо продавать очень много продукции, чтобы оставаться на плаву и выходить на стабильную прибыль. Крупные конкуренты тебе не дадут этого сделать, поэтому нужно либо искать другое место для работы, либо предлагать потенциальному покупателю что-то новое. Но в любом случае ты должен знать то, с кем придется за этого покупателя побороться. Какие вложения здесь нужны? Вложения для старта здесь относительно небольшие. Станок по приготовлению мягкого мороженого оценивается в 1300 долларов, а киоск для работы обойдется себе еще в 200 долларов. Также на старте нужно будет закупить расходные материалы в виде воды, молока, вафельных стаканчиков или другой тары по продаже мороженого, купить различные сиропы и так далее. Если постараться, то в 2000 долларов можно вложиться и стартовать. Особых затрат на рекламу здесь не будет. Твой киоск и есть самая лучшая реклама из всех возможных. Как бороться с конкуренцией? Куда бы ты ни посмотрел, в выживленном месте будет киоск с мороженым. Это проблема, и она серьезная. Клиенты имеют большой выбор и уйдут к тому, кто долго работает на рынке и имеет положительную репутацию. Чтобы тебе в этих условиях не просто работать, но и развиваться, необходимо предлагать клиенту более интересные услуги, более вкусное и качественное мороженое. Да, оборудование у тебя такое же, как и у твоих конкурентов. Оно будет готовить качественное мороженое, но продукция получится такой же, как и у конкурентов. Чтобы работать в этой сфере, нужно быть креативным предпринимателем. Например, ты можешь не просто продавать мягкое мороженое в вафельном стаканчике и поливать его сиропом на выбор покупателя. Можно создать бумажную тару, наливать в нее мороженое, смешивать его с орехами, печеньем, фруктами и ягодами, после чего подавать продукт с ложечкой для поедания. Сегодня не всем важно получить мороженое в классическом стаканчике. Многие хотят более оригинального подхода в подаче. Делай все для того, чтобы твое мороженое выглядело красиво, чтобы клиент имел желание его сфотографировать и выложить в социальную сеть. По сути, ты не меняешь принципы работы своего бизнеса, ты также продаешь мороженое, но ты меняешь способ подачи готового продукта своему клиенту. Эта мелочь может стать основой твоего будущего успеха, клиенты будут идти именно к тебе, ведь они готовы платить деньги за креативность. Более того, твое мороженое с натуральными джемами, фруктами, ягодами и печеньем будет более вкусным и даже полезным. Помимо того, что ты отбираешь покупателей у своих конкурентов, ты также продаешь свой продукт несколько дороже них. А это уже очень хороший показатель для бизнеса. Люди не хотят платить мало, они хотят платить справедливую цену за качественный товар. Тебе также необходимо брать активным участием в социальной жизни своих потенциальных покупателей. Создай тематический аккаунт в социальной сети, наполняй его качественными фотографиями вкусного мороженого с различными добавками. Проводи интересные акции, дари несколько пачек мороженого активным участникам. Это очень эффективная реклама твоего киоска, которая требует минимальных вложений. Важно то, что о тебе начнут говорить в городе. Твое мороженое должно стать настоящим трендом. Если это произойдет, то никакая конкуренция уже не будет нести угрозы для твоего бизнеса. Ты сможешь продавать больше своих конкурентов, сможешь вытеснять мелких предпринимателей с рынка. Как развивать бизнес? Если вложения на старте были минимальными, то наверняка речь идет об установке временного киоска, который будет продавать мороженое летом. Как только похолодает, твоя продукция уже не будет пользоваться большим спросом. Люди начинают искать теплые напитки, а желание купить мороженое полностью исчезает. Выходит так, что работать ты сможешь не более пяти месяцев в году, что очень мало. Чтобы зарабатывать вне сезона, у тебя есть два пути. Первый путь – это установка своей точки по продаже оригинального мягкого мороженого в крупных торговых центрах. Там люди проводят очень много времени, там даже в холодные зимние дни тепло и уютно. Необходимо будет оплачивать довольно дорогую аренду места, но в результате ты сможешь зарабатывать вне сезона, и это очень хорошие новости. Вторым путем может стать собственное производство мягкого мороженого для кафе и даже продуктовых супермаркетов. Подумай о том, как ты можешь производить мороженое и упаковывать его для транспортировки и продажи через некоторое время. Если твой продукт уже является трендом в городе, то ни одно кафе не откажется его продавать своим клиентам. Думая о развитии, тебе также необходимо обращать свое внимание на то, что киоск не обязательно должен быть один. Можно развивать сеть точек по продаже мягкого мороженого в городе или за его пределами. Купи оборудование, установи киоски в различных районах города, выйди в другие населенные пункты и города. Стремиться здесь есть к чему. Главное – не снижать качество готового продукта, контролировать работу своего персонала и продолжать вести активную социальную жизнь. Твой бизнес будет требовать больших усилий, но если организовывать его правильно, то можно без особых проблем выйти на путь к финансовой независимости. Это довольно простая идея для бизнеса, на которую тебе следует обратить свое внимание. Ты должен понимать, что на начальном этапе, когда конкуренты создают тебе массу проблем, будет сложно выходить на колоссальную прибыль. Но не стоит бросать дело на его старте. Необходимо пытаться развивать свой бизнес и добиваться поставленных целей. Думай нестандартно, принимай смелые решения, ведь тебе попросту нечего терять. Чем креативнее будет твой подход к производству и продаже мягкого мороженого, тем больше потенциальных клиентов ты сможешь обслужить и тем больше шансов на успех у тебя появится. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях! Субтитры сделал DimaTorzok